Как заработать на евро? Наверное, всем известна ситуация, когда, чтобы сберечь свои накопления, мы покупаем доллары или евро и храним их в банке или под подушкой. Давайте я расскажу три еще более выгодных способа, как можно заработать на евро. И первый способ это, конечно же, торговля на выходе экономических новостей. Например, в прошлую пятницу, когда вышел NonFar, цена евро-доллара за первую минуту выросла на 300 пунктов, что означает, что если бы вы торговали одним стандартным лотом, то могли бы заработать 300 долларов за одну минуту. Второй способ это технические анализы. Давайте я покажу на графике своей разворотной точки. Смотрите, это график евро-доллара и цена движется вниз. Кстати, в пятницу она идеально отбилась от линии сопротивления, о которой я говорил в своих прошлых выпусках, и коррекция составила 369 пунктов. Какие теперь сигналы можно рассмотреть для покупки или продажи евро? Линию сопротивления, от которой евро отбилось, можно еще раз попробовать использовать, но это если вы любите скальпинг и очень краткосрочные сделки. Если цена пойдет опять вверх и подойдет к линии сопротивления, от нее можно будет продать и заработать на снижение. Но что делать, если все-таки цена пойдет дальше вниз? Во-первых, здесь есть зеркальная линия поддержки, и от нее можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены 1.09.57. Также здесь можно использовать сетку Fibonacci. И по ней мы видим, что до того, как цена дойдет до зеркальной линии поддержки, есть еще одна линия поддержки на уровне 61.8. От нее тоже можно будет купить и заработать на росте. А в случае, если после покупки цена пойдет дальше вниз, то можно будет усредниться как раз на вот этой нижней линии поддержки. Кстати, по стратегии усреднения работает мой торговый робот, поэтому можно запустить отложенным ордером от уровня 61.8. Измерить расстояние между усредняющими ордерами, оно составляет здесь примерно 180 пунктов. Запустить его, и он сам будет торговать и приносить прибыль. Кстати, если у вас есть счет в компании Amarkets, то вы можете получить моего робота бесплатно. В описании к этому видео есть ссылка на мой канал, а на моем канале под любым видео есть ссылка на телеграм. Пишите мне в телеграм, я расскажу, как его получить бесплатно. Помимо пары евро-доллар, заработать на евро можно и на других валютных парах, где в составе есть евро. Например, это еврофунт, евроканадец и еврофранк, о которых я сейчас расскажу. Смотрите, на еврофунте имеется вот такой вот треугольник, это значит, что есть линия поддержки восходящая и линия сопротивления нисходящая. Таким образом они формируют треугольник. Более подробно, кстати, о терминах, которые могут быть для вас сложными, я рассказываю на своем базовом курсе для начинающих с нуля. Переходите на мой канал по ссылке в описании и сможете ознакомиться с моим курсом по ссылке в описании к любому видео. Сейчас, как мы видим, цена еврофунта находится около верхней линии сопротивления и если она пойдет вниз, то около линии поддержки можно будет купить и заработать на росте от линии поддержки. Это в районе цены 0.8570. Если же после этого она опять пойдет вверх, то опять можно будет продать от линии сопротивления и заработать на снижении. Ориентировочно это будет в районе цены 0.8621. Теперь давайте посмотрим евро к канаде. Сейчас цена движется к линии сопротивления, еще не дошла. Поэтому, как только она дойдет до нее, от нее можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе цены 1.48.01. Также, если цена пойдет вниз сразу или после того, как она бьется от линии сопротивления, здесь будет линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте в районе цены 1.45.72. Ну, давайте посмотрим евро-франк. Тут есть хорошая линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены 0.95.76. Поэтому ждем цену евро-франка около этой линии поддержки. Кстати, еще что касается новостей, на этой неделе будет новость по евро. Давайте посмотрим экономический календарь. Во вторник, 8 августа в 9.00 по Москве будет новость по еврозоне. Индекс потребительских цен. Это новость по инфляции. Чтобы заработать на евро, нужно использовать волатильные новости, которые подвержены сильным изменениям экономических факторов. В данном случае изменения не планируются. То есть направленного движения евро в ту или иную сторону ждать не стоит. Однако, сам факт выхода этой новости может спровоцировать сильную волатильность, когда цена сильно изменяется. И на этом можно тоже заработать. Чтобы не пропускать такие и более важные новости, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я за полчаса предупреждаю о важных новостях. Ну и наконец, третий способ, как заработать на евро, это открыть счет у брокера, например, у брокера Амаркетс, и выбрать валюту, в которой вы хотите открыть счет евро. В чем отличие открытия брокерского счета в евро от того, что вы будете хранить евро под подушкой или в банке? В том, что когда выходит важная новость, и нужно принимать быстрое решение, чтобы на этом заработать. Когда деньги у вас находятся дома, вы не сможете быстро это сделать. Когда у вас счет в евро, брокерский счет, вы быстро можете принять решение. Ну, а в любой момент, когда вам нужно, вы можете снять деньги уже по тому курсу, который, естественно, будет выгодный, потому что евро и доллар, как правило, всегда растут относительно других валют. И хранить деньги в евро на брокерском счету, естественно, выгоднее, чем дома под подушкой. Если выпуск вам понравился, ставьте лайк. Если вы хотите посмотреть полный обзор, переходите по ссылке в описании на мой канал. Там я рассмотрю еще несколько валют, по которым мы тоже зарабатываем. Ну, напоминаю, что если вы хотите получить мой торговый робот бесплатно, пишите меня в телеграм. Ну, а я желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.